доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии вторника снова мы разбираем события фундаментального характера и смотрим как они отрабатывали на финансовых инструментах основные идеи которые я стараюсь доносить до вас друзья носит напоминаю средний долгосрочный характер мы делаем большой акцент на евро на фонд когда есть возможность я говорю про австралийцы и новозеландцы сегодня как раз мы о них поговорим потому что уже складывается довольно интересная и нужная нам динамика да еще и впереди несколько отчетов на которые стоит обратить внимание дальше в расчете на то что эти отчеты приблизит собственно инструмента австралийцы и новозеландцы к нашим среднесрочным целям которые надеюсь вы помните по австралийцы это 070 помню новозеландцу там совсем мы им близко всего лишь в 60 пунктах от целевого ориентира в районе 067 в отличие от вчерашнего дня сегодня уже есть зачем последить мы ждем данные по британскому рынку труда в 1130 по московскому времени классический набор отчетов разные компоненты которые в целом раскрывают весь сектор британского рынка труда но я думаю что вряд ли а смогут дать точный ответ будет ли этот сектор катализатором для экономики и стоит ли на него ставите в расчете на оздоровление опять же темпов экономического роста и будущий рост британской валюты еще конечно же преждевременно в принципе я думаю что мы таких катализаторов и вовсе найдем до тех пор пока не прояснится ситуация с брэкзитом но будем стараться это делать и в 12.00 данные по бизнес оптимизм музею тоже целый блок статистики оценки экономических условий общий бизнеса оптимизм бизнеса настроение целом по германии и по еврозоне я больше акцент рекомендую делать на германию поскольку германию часто называть локомотивом валютного блока и если уж признать тот факт что еврозона все-таки живет за счет экспорта и именно о собственной промышленности то конечно же лучше смотреть за состоянием данного сектора непосредственно через регион который является центром промышленности в 23.30 американский институт нефти отчет по запасам это как и всегда я отмечал репетиции перед официальными данными основа мы посмотрим какие цифры собственно будут от api а в последние недели корреляция между ними выдерживается я думаю что пока она не будет сильно нарушена мы сможем возвращаться к тому что отчет очень похожи друг на друга поэтому увидев сегодня данные по снижению либо по росту запасов мы их сможем легко спроецировать именно на отчет торговой сессии среды и в час 45 по московскому времени то есть фактически тоже торговая сессия а среды но до нашего брифинга который состоится завтра выйдут данные по инфляции новой зеландии а повторяю друзья то что этот отчет имеет очень важное значение для резервного банка новой зеландии в принципе резервный банк австралии и резервный банк новой зеландии они ориентируются на показатель и инфляции принимая решение об изменениях процентных оставок а я по-прежнему склонен полагать что резервный банк новой зеландии будет первым из двух регуляторов австралии новой зеландии которые все-таки снизить процентную ставку и в случае получения слабых данных по инфляции я думаю что вероятность того что эти изменения произойдут до конца лета может превысить 80 процентов движение конечно же должны быть интересными на в принципе даже несмотря на наличие вот этого значительного потенциала ослабления нам нужно немного из этого потенциала всего лишь 60 пунктов поскольку повторяю цель по паре на взялись против доллара находится на отметке 067 теперь давайте детальней и начнем с рынка нефти 71 доллар за баррель сейчас актуальные котировки я вчера говорил вам друзья что при всем позитиве который на рынке сложился есть довольно серьезная группа а скажем либо набор аргументов уже поддерживающих продавцов и те спятые видят когда же удастся перехватить инициативу чтобы вернуть проект ниже 70 долларов за на баррель этого правда еще не произошло но все-таки мы отошли от локальных максимумов вчерашнего дня и снова я ориентирую вас на то что лично моим уровнем когда я начну проявлять активность плане трейдинга будет поддержка тест ее на отметке 70 40 70 50 я пока что ориентируюсь на эти показатели и надеюсь что при снижении при темпах снижения которые мы наблюдали в ходе вчерашнего торгового дня торговой сессии мы сможем в ближайшие дни добраться до этого уровня теперь что касается аргументов на что я возлагаю большие надежды вроде бы как упоминая ливию и высокий процент исполнения странами опек аналитического пакта можно прийти к выводу о том что это хорошая база для роста я с этим не спорю но мы уже отработали роста этого фундамента и я немножко развернул его и посмотрел в другой плоскости а считаю что ливия высокий процент исполнение сделать аналитического пакта санкции сша против венесуэлы и ирана это как раз база не для роста это база для того чтобы был поднят вопрос о целесообразности продления аналитического пакта я приводил вам комментарии россии саудовской аравии которые допустили что после того как аналитический пакт закончится сроковое действие это первое полугодие 2019 года далее его продлять уже не будут потому что рынок и так достигнет состояние баланса без дополнительных усилий со стороны стран опек плюс за счет именно снижения производства нефти тех регионах которые только что перечислил и вот пожалуйста вчерашний комментарии министра финансов россии силуанова который в принципе обозначил еще раз дилемму который присутствует эта дилемма крайне простая либо россия поддерживать или энергетический пакт и тем самым отдает соединенным штатам америки рынок либо россия все-таки будет уже держаться особняком и даже если что-то переклини так же среди директоров опек о том что нужно продлить сделку пакта и на второе полугодие 1019 года я думаю что эта сделка уже будет без россии без россии она несостоятельна потому что россия один из ключевых игроков и на россию приходится одна из самых значительных долей по снижению производства нефти еще один друзья негативный фактор это вчерашний доклад администрации аналитической информации со ссылкой на опять же активность американских производителей в мае ожидается рост добычи на 80000 я думаю что опять же это очень скромный показатель реальная цифра может быть побольше да и я предлагаю ориентироваться на прежние планы администрации аналитической информации что общий показатель добычи будет увеличен на 200 300 тысяч до конца этого года это очень много друзья я считаю что а штаты учитывая что больше полугода еще остается до конца 19 года могут поднять производство и на пол миллиона баррелей сутки это реальная цель поэтому с учетом того что сейчас на площадках складывается грядут реально совершенно другие времена для рынка нефти для всего сектора энергетики я рассчитываю что нам удастся поймать хороший уровень для снижения друзья чтобы заработать также много как мы заработали на прежнем росте доллар и на 111 94 так же как и вчера а повторяю что пара остается на уровнях которые на мой взгляд довольно комфортно и привлекательные для продажи это справедливо и для евро и для британской валюты по американцу в принципе ничего интересного сказать сейчас нельзя десятилетки держатся в районе двух 54 процентов если вы задали бы мне вопрос какие мои ожидания по американскому долговому рынку я думаю что мы окажемся снова ниже двух с половиной процентов уже в самое ближайшее время на доллар это разумеется окажет самое прямое давление американская валюта пока не может прорваться выше метки 112 иен за доллар нет позитиву а если упираться все-таки в фундамент который касается не глобальных рисков например отношений сша и китая а непосредственно того что происходит в экономике сша то мы напротив сможем найти больше даже сигналов указывающих на то что доллар можно продавать я это уже отмечал фондовый рынок 2912 пунктов вчера вышли отчеты goldman сакс и сити банковский сектор акулы собственно этой отрасли которые должны были серьезно повлиять на рыночное настроение особенно если бы мы увидели плохие отчеты в принципе такие отчеты мы увидели снижение выручки в обоих случаях но американский фондовый рынок немного сдал назад и сегодня опять же активно растет о чем это говорит друзья о том что американский фондовый рынок это снова пузырь который не реагирует на очевидный негатив который должен стать причиной серьезного оснижения если вам кажется сейчас происходящее абсолютно нормальным то наверное в длинных позициях я признаюсь продаю с отметки 2800 пунктов и ориентируясь на то что последующие отчеты компании а станут большим якорем и приведут к логичным изменениям в рыночных настроениях и спровоцируют все-таки снижение американского фондового рынка евро против доллара 1 1303 ничего не изменилось со времени последнего брифинга там же в принципе находимся я разбирал вчера для вас и заседание европейского центрального банка снова обращал внимание что мы должны были выводить из общего из общей массы информации комментариев драги сигналы именно о мягкой политики я продолжаю друзья настаивать на том что мы обязаны отыгрывать худший период для еврозоны за последние 10 лет в плане экономической конъюнтуры и отчетов только через слабость национальной валюты не обращая внимание на ее периодический рост завтра европейский союз представит список товаров на которые будут потенциально установлены введены дополнительные пошлины американского производства то есть это ответные меры еврозоны на действия аналогичного характера а сша буквально несколько дней назад трампа снова напомнил что решение ввести пошлины уже на европейские товары на 11 миллиардов это не какая-то рыночная байка это реальности решение пока не принято но она будет принято европейский союз решил огрызаться видимо уроков китае им недостаточно посмотрим как будто обстоят дела дальше уверен что при ответных действиях европейского союза мы снова увидим как закрутится вот этот маховик встречных контрмер цепная реакция закольцованы будут действий и сша и скорее всего тоже противодействие опять же со стороны европейского союза это все негатив разумеется для еврозоны ладно если бы мы говорили о темпах экономического роста скажем давности нескольких лет когда из экспорта нормально полностью промышленный сектор тоже был на подъеме и бизнес оптимизм к этому тоже не было вопросов но сейчас же ситуация совершенно другая и вступая в эту конфронтацию с сша на экономическая картина может еще ухудшиться поэтому здесь приоритет только сел австралийцы против доллара 0 7145 как я вчера и говорил протоколы приведут к снижению австралийца примерно на 50 пунктов моменте в принципе именно это и произошло протоколы пролили свет на будущее действие резервного банка австралии и исходя из них мы понимаем что на фоне снижения инфляции на фоне роста безработицы ставки будут дальше снижаться точнее раньше если были разговоры о том что их можно поднять сейчас понимаете уже совершенно другой расклад инфляция сдержана рост заработных плат тоже довольно подавлен и в принципе резервного банка австралии нет выбора кроме как переходить снова к более мягкой экономической политики то же самое ждет и резервный банк новой зеландии я уже отметил что именно поэтому у нас ожидания по австралийцу новозеландцу только через по австралийцу ждем как минимум 071 возможно уже на этой неделе фунт против доллара друзья 130 90 в 1130 сегодня выйдет данные по рынку труда не обращайте внимание на сильные отчеты это случае выхода о сильных данных есть абсолютно логическое объяснение этому если мы сейчас действительно посмотрим на уровень безработицы на карте минимальным за последние 40 лет темпы роста заработных плат тоже на многолетних максимумах но это следствие не того что экономика чувствует себя хорошо сектор труда строительство и промышленный сектор на подъеме создают новые предприятия и нуждаются в новой рабочей силе выгребая опять же ресурсы со внутреннего рынка а причина до банальности простая это чистая миграция и отток трудовых ресурсов из-за брекзита основа те кто приехал в англ из европейского союза уезжают обратно понимая что очень смутные времена придут для англии поэтому здесь ни в коем случае не нужно трактовать статистику как позитив я считаю что если выйдут хорошие цифры это все равно негатив а если выйдут с учетом даже такого расклада плохие данные это двойной негатив поэтому по британцу ожидания тест поддержки 130 и снижение еще ниже доллар канадец 133 80 мы на пороге теста отметки 134 впереди у нас данные по инфляции это отсчет завтра пока что на снижается цены на нефть и оказывают поддержку идеи роста пары доллар канадец все пока что на рынке складывается в нашу пользу друзья я думаю что он ситуация будет развиваться а в таком же ключе и дальше мы сможем отработать себе большую часть наших идей на этом все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания